Вести Карачаева-Черкесия Отделение государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» появится во всех российских регионах. Об этом сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин. В соответствии с указом президента мы продолжаем формирование государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Его отделение появится во всех российских субъектах. Они начнут помогать с предоставлением мер социальной, медицинской, психологической помощи как самим защитникам, так и их семьям и родным. Решать любые насущные вопросы, в том числе связанные с реабилитацией. Содействовать в трудоустройстве. Правительством подготовлено решение об утверждении устава фонда и необходимо в ближайшее время при участии министерств и ведомств завершить подготовку всех нормативно-правовых документов и порядок предоставления финансирования фонду. Также упорядочить процедуры приобретения для его нужд лекарственных препаратов, медицинских изделий и другой востребованной продукции. И установить централизованный информационный учет сведений обо всех гражданах, кому будет оказываться такая поддержка. Важно организовать эту работу эффективно, чтобы оперативно и комплексно помогать нашим защитникам и их близким. Без бюрократизма и проволочек, как подчеркивал президент. Глава Карачачи Кеси Рашид Тимрезов принял участие в заседании Президиума правительственной комиссии по оригинальному развитию в Российской Федерации под председательством вице-премьера страны Марата Хуснулина. На заседании были подведены итоги прохождения осенне-зимнего периода 2022-2023 годов, ход реализации оригинальных программ капитального ремонта многоквартирных домов в субъектах России. Также в 2022-2023 годах и ход реализации оригинальных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Объем необходимых средств для строительства трассы между курортами Архиз в Карачачи Кеси и Красная Поляна в Краснодарском крае оценивается в 92 миллиарда рублей в ценах 2021 года, сказал председатель Совета директоров акционерного общества «Агрокомплекс» инвестор Архиз Александр Ткачев в ходе совещания прав комиссии по развитию Северокавказского федерального округа под председательством премьер-министра России Михаила Мишустина на Кавказской инвестиционной выставке, которая прошла в Минеральных водах. Дорога в три раза увеличит туристический поток на Кавказ до 10 миллионов туристов в год, а также она станет драйвером экономического развития округа и будет способствовать росту товарооборота, резюмировал он свое мнение. Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов посетил Карачачий Кеси, где принял участие в торжественной школьной линейке, посвященной 78-летию со дня победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии также приняли участие председатель правительства республики Мурат Аргунов, вице-премьер правительства Дмитрий Бугаев и министр образования и науки региона Инна Кравченко. Федеральный министр поздравил присутствующих с наступающим праздником Днем Победы. Далее цитата. День Победы – это великий праздник, значимый для всей нашей страны, для каждой ее семьи. Патриотическое воспитание стало неотъемлемой частью школьного образования. Очень важно, что ребята участвуют в таких мероприятиях, как «Бессмертный полк», «Окна Победы», «Сад памяти» и других неформально, а по велению души. «Мы не должны никогда забывать уроки Великой Отечественной войны», – закончилась цитата Сергея Кравцова. Перед внеурочным занятием разговоры о важном министр просвещения страны пообщался с десятиклассниками. Школьники рассказали о своих героях, участниках Великой Отечественной войны. Сергей Кравцов поговорил с ребятами об уроках Победы, о трагических событиях военных лет, о важности сохранения исторической памяти и о современных событиях. Кравцов осмотрел здание школы номер один имени Леона в Астанице Зеленчукской. Эта школа станет одной из самых современных образовательных организаций региона. В ней практически завершен капитальный ремонт по программе модернизации школьных систем образования. В реализации проекта участвовали школьники и родители. Здесь обучаются 730 ребят. В преддверии 9 мая стала славной традицией проводить акцию «Парад у дома ветерана» и поздравлять отважных защитников Родины прямо под их окнами и выражать им бесконечную благодарность за мирное небо. Вчера юно-арамейцы и учащиеся школы побывали в гостях у жителей Черкеска. Одного из старейших фронтовиков города Хамита Абуловича Канаматова и Макса Владимировича Беленького. Школьники исполнили для ветеранов Великой Отечественной войны песни военных лет, читали стихи, благодарили за свободную и счастливую жизнь. В Карачао-Черкесии проводили на тренировочный полигон жители республики, заключивших контракт с вооруженными силами России. От имени главы региона к ребятам обратился первый заместитель, руководитель администрации, главы и правительства Карачао-Черкесии Марат Хубиев. Он выразил им глубокое уважение и признательность за выбор в это сложное для страны время, оставить свои семьи и встать на защиту Родины, выбор настоящих мужчин. Народ Карачао-Черкесии уверен, что наши воины будут с доблестью и мужеством защищать российский народ. За вашими спинами надежный тыл, ваши родные, близкие и дружная команда главы республики, сказал Марат Хубиев. Правительство Карачао-Черкесии утвердило оригинальную программу модернизации систем коммунальной инфраструктуры до 2027 года, которая включает в себя мероприятия, направленные на обеспечение устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства республики, а также на повышение эффективности и надежности работы коммунальной инфраструктуры путем ее модернизации. Программа позволит повысить качество предоставляемых населению услуг в сфере водоснабжения и теплоснабжения и улучшит условия проживания жителей в 14 населенных пунктах региона. Тему продолжит заместитель министра строительства и ЖКХ региона Зульфира Подчаева. Первоначально мы начинаем программу с замены сетей в селе Дружба и с замены водовода. Запланировали, что будет улучшено водоснабжение в Дружбе в поселке Заречном и в ауле Псыш. Объект двухгодичный, который мы предусмотрели на 2023 год. В целом планируем улучшить качество водоснабжения по всей республике, потому что там объекты мы включили по всей республике. В текущую призывную кампанию, которая продлится до 15 июля, как мы же сообщали, на срочную службу вооруженные силы России отправятся около 80 юношей из республиканской столицы. Как и в предыдущие годы, учитывается физическая подготовка, состояние здоровья новобранцев, а также высшее и среднее специальное образование, наличие военно-учебной специальности, полученные в ДОСАВ. Служить в течение года призывники будут в различных округах России и родах войск. В зону проведения специальной военной операции они направляться не будут, отметили в военкомате города. Всего Крача-Чекесия направит в армию в весенний призыв 2023 года около 400 человек. Военный комиссариат Черкеска также проводит отбор граждан, пребывающих в запасе из числа офицеров, прапорщиков, мичманов, сержантов-старшин и солдат-матросов, желающих заключить контракт с вооруженными силами России. Обеспечение вещевым имуществом и денежное удовольствие организуются по нормам, установленным для военнослужащих. Почти 9 тысяч жителей Крача-Чекесии приняли участие в всероссийском голосовании по выбору объектов благоустройства. Напомним, оно стартовало 15 апреля в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Его участники могут выбрать общественную территорию для благоустройства в 2024 году. Так, в Черкесске для благоустройства заявлены две общественные территории – аллея по улице Красноармейской и Покровский парк. Проголосовать за общественные территории могут все желающие в возрасте от 14 лет. Для этого достаточно зайти на сайт 09.городсреда.ру и кликнуть на понравившийся объект или дизайн-проект. Голосование продлится до 31 мая. Напомним, Крача-Чекесия принимает участие в голосовании с 2021 года. За это время гражданами было отобрано 8 проектов, из них реализовано 4. Остальные 4 будут благоустроены уже в этом году. В МВД по Крача-Чекесии прошло участвование сотрудников органов внутренних дел, вернувшихся из служебной командировки. На протяжении 4 месяцев полицейские выполняли задачи в новых регионах страны. Руководитель ведомства Олег Мальцев поблагодарил полицейских за службу, профессиональное и грамотное выполнение поставленных задач. Отличившимся полицейским министр вручил нагрудные знаки МВД России за отличия в службе в особых условиях и участник боевых действий. В ближайшее время сотрудники полиции вернутся к исполнению служебных обязанностей в своих подразделениях. Республиканская прокуратура направила в суд уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, сообщила Елена Дармаграева, старший помощник прокурора Крача-Чекесии по взаимодействию со СМИ и общественностью. Черкесским городским судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении уроженца республиканской столицы. Он признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети интернет группой лиц в крупном размере. Установлено, что гражданин осуществлял тайники закладки с наркотическим средством «Мефедрон» на территории города Черкеска с целью его последующего сбыта потребителем. В ходе судебного следствия обвинением доказана вина подсудимого в совершении указанного преступления и ему назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Карачао-Чикесия вошла в число регионов, в котором будет оказана грантовая поддержка в сфере туризма в 2023 году. Ростуризм в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на конкурсной основе отобрал 48 регионов, которые в этом году смогут провести конкурс для бизнеса среди проектов в туризме на грантовую поддержку. В частности, 44 региона получат около 3,1 млрд рублей на создание и развитие пляжных зон на берегах морей, рек и озер, а также на создание и развитие национальных туристических маршрутов. На эти средства планируется поддержать порядка 375 проекта в регионах, в число которых вошла и Карачао-Чикесия. Победители этих оригинальных конкурсов получат гранты от государства в размере от 3 до 10 млн рублей в зависимости от типа проекта. Суммарно, в текущем году в рамках этой меры планируется поддержать не менее 1 тысячи проектов на более чем 5 млрд рублей. Отдых в Карачао-Чикесии признан самым дешевым среди субъектов Северокавказского федерального округа. Данные предоставил ПАО «Сбербанк», где аналитики посчитали среднюю стоимость отдыха на Северном Кавказе. Так, в среднем туристы в прошлом году за сутки пребывания на курортах Ставрополя тратили 8 650 рублей. Следом, со значительным отрывом идут Дагестан и Северная Осетия. В этих республиках СКФО один день отдыха стоил 5 554 и 5 291 рубль соответственно. Еще экономнее отдых проводили туристы, посетившие в прошлом году Чечню и Кабридно-Балкарию. Они в среднем тратили около 4 500 рублей в день. Дешевле всего обходились поездки в Карачао-Чикесию и Ингушетию по 3800 рублей в сутки. Напомним, на майские праздники на курортах Карачао-Чикесии еще за две недели вперед было забронировано более 75% номерного фонда. Самыми популярными направлениями стали традиционный Дамба и Архиз. Порядка 450 участников собрала конференция в IT-точка. Всероссийская офлайн-конференция состоялась в Черкесске. Ее участники смогли окунуться в мир IT-индустрии и получить ответы на свои вопросы. Для участников выступили приглашенные спикеры, практикующие IT-специалистов. Прошли также профориентационные мастер-классы, были организованы работы нетворкинга и выставочной зоны, конкурсы и розыгрыши. Старшеклассники Карачао-Чикесии могут пройти образовательный курс по предпринимательству. Обучение пройдет с 16 по 21 мая на площадке Центра молодежного и инновационного творчества Черкеска. Специальная программа курса предпринимательства разработана для старшеклассников от 14 до 17 лет на занятиях. Подробно расскажут о планировании бизнеса, маркетинге и продаже, финансах и бухгалтерии, а также об управлении персоналом. Кроме того, проведут разборы примеров успешных предпринимателей и организаций. Курс включает в себя как лекции, так и практические занятия, чтобы обеспечить максимальное погружение в мир предпринимательства. На всесезонном курорте Архиз открылся байк-парк, на котором предусмотрены трассы четырех разных уровней сложности. Райдерам будут доступны дистанции для скоростного спуска черного, красного, синего и зеленого уровней сложности как для опытных велосипедистов, так и для начинающих. Так, на курорте подготовлено почти 6,5 километров трасс для даунхилла скоростного спуска. Красная трасса протяженностью более 3 километров и перепадом высот более 590 метров начинается от верхней станции канатной дороги Млечный путь с высоты 2240 метров. Более простые синие трассы в общей протяженности у более 2 километров и 700-метровая зеленая трасса с перепадом 120 метров, предназначенные для новичков маутинбайки и катания детей до 12 лет, начинаются от верхней станции канатной дороги Спутник. Отметим, подниматься на канатной дороге с велосипеда можно только в кабинках, маркированных значком велосипедиста. Подросткам от 12 до 17 лет для посещения трасс потребуются письменные разрешения взрослых и документы, удостоверяющие личность. Очередное мероприятие Всероссийской патриотической акции «Сад памяти» пройдет 9 мая в Зеленчукском районе. Мероприятие состоится в селе Даусу. С его участниками станут сотрудники регионального Минприроды, федеральных органов власти, студенты и волонтеры. В акции может принять участие любой желающий. Для этого необходимо предварительно пройти регистрацию на сайте садпамяти2023.рф. В эти дни в картинной галерее Черкеска проходит выставка «Возрождение, приуроченное ко дню возрождения карачаевского народа». В трех залах галереи расположились работы мастеров Карача-Черкесии, посвященные событиям 1943-1957 годов. Это картины, выполненные в разных техниках, скульптуры, изделия из глины, вековые предметы быта и элементы карачаевского костюма, фотографии, на которых запечатлены счастливые моменты возвращения депортированных и членов двух делегаций карачаевцев, отправившихся летом 1956 года в Москву к первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву с прошением о разрешении на возвращение народа на Кавказ. Выставка продлится до 15 мая. Ну и в заключении новости спорта. Воспитанники спортивной школы номер 5 Черкеска достойно выступили на первенстве Северокавказского федерального округа по тэквондо среди юношей и девушек 12-14 лет в Нальчике. Победителями стали Милена Чочаева, Лия Ахмедова, Сабина Шивхужева, Кирилл Половин, Азнаурджат Доев, Егор Помазанов и Лия Кимрюгова. Одно серебро и одну бронзу завоевали и наши боксеры, также воспитанники городской спортивной школы номер 4 на первенстве Северокавказского федерального округа по боксу в столице Кабардино-Балкарии среди юношей 13-14 лет. В своих весовых категориях призерами стали Эльдар Шивзухов и Имран Баров. В столице Абхазии Сухуми состоялся шестой международный турнир по боксу памяти мастера спорта СССР, заслуженного тренера Абхазии и Российской Федерации Романа Чирикбая. Воспитанники 4-й городской спортивной школы выиграли 5 золотых и 1 серебряную медали. Оригинальную копилку наград пополнили Амиран Чимов, Спартак Какаян, Сейфулах Ажиба, Альберт Дегтярев, Адам Кумуков и Киран Кипкеев. С 8 по 11 мая в станице Преградной пройдут всероссийские соревнования по спортивной борьбе памяти героя России генерала-майора авиации Канамата Баташева. В состязаниях примут участие сильнейшие борцы студенты страны. Медали будут разыграны в дисциплинах «Вольная борьба юниоры и Нью-Йорки» и «Греко-римская борьба юниоры». Соревнования являются отборочными для участия на Международном фестивале университетского спорта, Кубке России среди вузов, Всероссийской летней универсиаде 2024 года и Чемпионате России по вольной борьбе. По данным республиканских синоптиков, сегодня по Карача-Черкесии переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. А в горах местами плюс 10-15 и выше 2000 метров сохраняется слабая лавиноопасность. В региональной столице без существенных осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду, столбик террометра поднимется до 22 градусов выше нуля. На этом информационный выпуск завершен. В студии была Рита Нирова. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи, достойное и гарантированное денежное довольствие, жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону. 8-86-52-24-99-51 Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия. До новых встреч!